что серьезно чего ты взял почему насчет и зашли мне нельзя чуть парковать вот я особенно вот я всем я особенно такой как и все полиции конечно я щас все объясню конечно у вас 2 папа да и если в него нормально не ездят тут на детьми структуру товарищ полицейский это ваша прекрасный автомобиль один страховый полюс имеется есть точно то бишь если мы зайдем в базу мтс бу и он будет да все хорошо приняли а ты что-то там соображаешь отдавать за серёжа ты даже не можешь отличить где какой провод ёптаю да я на таком гамме конечно палат шашу пол а подожди там да ну что ты говоришь там ты утверждаешь что они отличаются прикинь третьему батальону вообще нельзя без камеры подойти понимаешь нельзя подойти потому что герой и все когда без камеры подводят знаешь почему да потому что и без страховки по мы сейчас найдем без страховки а я тебя про ну ты уж и не залазь бутылка тебе объясняю большую провода покажешь чем большую не залазь бутылку понимает уже отличать работа работа и вот но сюда зачем балансировать провода развлечай я тебя я заканчиваю я заканчиваю от моя была я говорю в бутылку не лезь вот такие все я просто говорю ты помощи у меня просил и помощи просил если я вот нормально ты общаешься чё может в адапт и надзор расчет да не шам сидит один я вас немного потревожить доценко артем володимирович полицейский у пп пальчик можно харьковские области до 23 0 1 и 47 986 скажите пожалуйста чего так себя ведете уважаемые ну тут кого-то посылал этого человека посылали он меня первый раз видит тебя не перенес нормально пристал за смотри давай давай я тебе так помолчить давай я тебе так скажу ты в приори не можешь форме ему тыкать а ты видел что это дело блядь чё я не могу ему тыкать подожди ты по гражданке стоишь сейчас да с уважением товарищ полицейский нет и мне заводишь подожди я я тебе задал вопрос ты говорю по гражданке что ты хочешь да ты мне не шо ты хочешь дружище не шо ты хочешь ты немножечко конфликт или шо мы с тобой поругаться ты хочешь поругаться я тебе хочу объяснить а ты мне что ты хочешь ты немножечко не путаешь ничего ты в полиции работаешь ты блядь не на фирме отлично смысле отлично ты разговариваю доступным языком доступным языком доступным языком когда я буду аришет вот это будет доступный язык тебе что-то не нравится это доступно ты говоришь доступным языком то бишь ты хочешь на моем языке общаться я тебе объясняю уважаемый тысячи осоз против меня понимаешь это первое второе ты полицей а третье то что ты должен 179 в любом случае придерживаться как бы тебя не провоцировали чтобы не делали при этом ты в рапорте укажешь что тебе там что-то делали а ты напишешь я сгидну 117 послушай тебе сделали замечание о том что ты конкретно ты был замечен на автомобиле хундаи номер такой-то такой-то без страхового полиса чему это ведется все когда вы выезжаете на смене роски берут давать ты будешь на вы а потом будешь на тропе вопрос раз отчего решил он что у меня нету страхового полюса я автомобиль на крошу я ехал как зовут артем артем я подошел к тебе сказал уважаемый полицей можно почему вы не можно к вам обратить я сказал шо да можно почему вы не страхуете свой автомобиль нашу нашу вы ответили мне иди гулять иди расскажи своей маме и т.д. и т.п. ты кто-то за маму отвечаешь я сейчас тебе покажу как ты общался на смотри как я подошел если там такого нету я извиняюсь я там возмущался в конце но это из-за того что мне там посылали т.д. так если что если что там рядом не стойте у меня оружие не оружие 5 выходите я уже при исполнении сколько раз я показал достоинства я тебе показал достоинства сейчас там пока ты видел как ты будешь ты мне показал ты мне показал ему ты не показал ты давно в полиции можно ознакомиться с этим показал я тебе просто объясняю ты же понимаешь ты сам начал провоцировать я провоцировать я кстати адекватно разовариваю послушай смотри как он начал разоваривать я показал я показал с уважением товарищ полиции мне запрещено снимать я тебе не запрещал снимать я тебе что-то сказал что ты стоял со мной пойти давай я тебе попрошу ты начал вертеть телефоном руки удостоверение после того как ты мне не представился и рассказал мне броди после этого был разомнен после этого был бродить рассказ я тебе обещаю буду каждое нарушение послушай я тебе еще раз подожди послушай меня пожалуйста неважно кто он по гражданке общайся на вы да послушай я тебе говорю если б я подошел и ты был по гражданке бы я не прав на данный момент ты хоть с оружием хоть без оружия ты полицейский ты находишься возле управления патрульной полиции города харькова понимаешь ты не соблюдаешь контент сделать или что я не понимаю да я в любом его случае сделаю хоть сейчас хоть потом хочу я тебя прошу не лезь в бутылку я же не лезу в бутылку я же тебе я тебе просто говорю ты потом ты потом послушай ты потом будешь ну чуть-чуть блядь вот реально я тебе обещаю я же буду делать все в рамках закона да и ты будешь тоже пытаться делать какие-то тебе говорю я буду делать в рамках закона будешь обижаться на берутся спроси вне в плане там того что чтобы этом люди там фоне ускать я тебе бес женщин тебя просто будет вот и вот тебе не дадут просто нормально работать в плане чего не дадут просто тебе по беспределу выписать постановление выписать постановление тебе просто обещаю но если ты хочешь это если ты хочешь это проверить? Пожалуйста, это легко делается. Я тебе говорю, не лезь просто в бутылку. Нафиг конфликты делаешь. Я пришел, ты и все, но я не могу до тебя что ты не представился. А мне зацепил моего пацанюру хуй. Кто еще? А где еще тот? Слушай, подожди. Кто? Где еще тот пухлый, который за него заступался? Где? 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 Где то, что тебя возле зажимали? А вот, вот. Кто? Где? Вот этот? Там вообще не при дела. Где? Что, в смысле зажимал? Ты что на приколе? Где тебе когда ты к нему подходишь и еще кто-то подходит Я попросил принять меры вот этому полицейскому и все. А ты его зажимал? Не, не. Кто с тобой общался? Вот он общался. Где еще один полицейский? Так какой полицейский? А, ты имеешь в виду вторую, которую... Да, где? Где этот смотрящий? Вот этот вот, посмотри, вот идет. Вот этот? Нет? Или вот этот? Вот этот слева. Нету его. Обсуживает сотрудники управления патрульной полиции в Тарикарской области. Киоск? Да. А вы его крешуете? Да, изучайте его. Ооо, вот это нормальный контент. Ядрить, матрить. Ты сказал, что я тебя видел сразу. Сразу. Иди там, броди, правильно? Ну оно ж не так-то было. Оно ж не так-то было, правильно? Да не показывайте документы. Вы что, крылья? Маску, говорю, надели, что не слышали, что? Маску, говорю, надели, быстро. Что ты говоришь? Я тебе говорю, маску надели. Я тебе два раза сказал, что в уши долбишься. Ты что провоцируешь? Старик, ну сегодня третий бат, пойми, блядь, ну придется. Ну, что-то ты адекватнее подошел к чему-то. Он просто старший брат мой, понял? Да, доцент Артём Владимирович. Жетонка, броди, 50, 70, 80. А где ты там его прячешь? Заханерил? Ну, заханерил. Ты что-то заханерил? А? Со слухом что-то? Что ты все время переспрашиваешь? Я-то по два раза буду говорить, или что? Повторяю, повторяю. Слушай, а можешь его заломать? Ну, нет. Ну, заломай его сколько? У вас тут 15 человек, дайте ему нормально. Ну, не гони за то, что он тебя нахамил. Есть какие-то вопросы по службе, Андрей? Конечно, есть. Что это за дичь была? Дичи не было. Как это не было? Ну, ты же там был, значит, и дичь была. Что это за дичь была? Как это ошибаешься? На горбатой тачке куда ездишь? Уверен? Ну, конечно, ездишь база. Ты же по базе, да, пробиваешь. Человек-то пробивает по базе. Что ты на левую тачку куда ездишь? Нет, ну, подожди, давай, серьезно. Есть у тебя страховка? Ну, давай нам уже есть страховка. Машина переоформлена буквально неделю назад. Пошли, пошли. Ты не ходи, ты не конструктивный разовоз. Что-то, что у него там кольцо есть, это не факт, что он женатый. Ты серьезно? Владик, ты пошли, покажи. Ну, ты же вопрос задал. Да ладно, блин. Ну, пошли, я без вопросов тебе задал. Мы же приехали не просто за страховку. У нас страховка твоя мужчина не нужна. Мы приехали, потому что ты нашего молодца обидел, и все. Да как его молодца, ты же сам смотрел. Послушай, я тебе объясняю. Мы увидели с начала и до конца. Послушай, разница между нами с вами, ты в том-то и дело, что ты в форме 24 на 7, 360 дней в году. Это первый момент. Ты начальника в шухонь наебалку, понимаешь? Понимаешь? А ты можешь сделать все, что угодно с человеком. В форме ты можешь сделать все, что угодно. Вот, к сожалению, обычный человек не может ничего вам сделать. Потому что это будет уголовная наказуемая статья. А тебе она будет потом. И ты этим пользуйся, пойми. Мы же не... Я бросаю все дела, блин. У меня там куча работы, понимаешь? И какую-то жертву, нахуй. Ты же пойми, тебя можно только в рамках закона немножко потягать. Ну тебе от этого не легче. Что там едешь? Какой-то транспорт. О, на таких... Вы знаете, что нельзя ездить на номерах? Вот на вот таких ездить. Вот на пересменку посидеть, понаблюдать за всеми вами... Да вообще пёкся. Можно нормально каждого при... То бишь, понимаешь, да, о чем речь идет, ебан? Я никогда так не обращаюсь. А почему вы не проходите свой автомобиль? Почему вы не страхуете своего автомобиля? Обязательно, что-то будет выглядеть со стороны завтра. А по базе МТСБУ не бьется. Я ж нормально общаюсь. Молчи, бля, чего. А можете представить? Представьтесь, пожалуйста. Я враженном Украине, который... Пожалуйста, идет фраза. Просто можете согласиться. Представьтесь, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы представили. Представьтесь. Если бы мы стояли с тобой вот так вот, вот так вот одеты... Да, я ему то же самое сказал. Я тебе клянусь, ты уже... 11... Подожди. Ты оделся, это одна же. Ты разил, это другая же. Я тебя бесил. 1179. Понял? Мы это уже с тобой обговорили. И поверьте, тыкать там вообще не прописано нигде. Я, бля, я, 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 я... А куда ты попер? Машины будут выезжать, блядь, с технической неисправностью. Вот, смотри. Далее, шалом. Да я не захожу, что ты за мной бьешь? Это что, на приколе или что? Привет. А что у вас? Да проверяем техническую неисправность автомобилей. Не, я сейчас все равно что-то найду, блядь. Я пошел спустил. Я думаю, я буду это... Не, не успевать, блядь. Слышишь, Вась? Надо праймер взять, ребят, праймером вот здесь аккуратненько подмазать и вот так вот сделать. Да, солнышко поставили, но выделили, но подчеркнули. И вот так, по-настоящему. Мусор попадок, если в деле водос, будет замеснить закос, эй, мусор, лови разнос. У мусору попадок, если в деле водос. Чтобы свайтер в ровень, в ровень. Есть. Вот так, да? Ну, только так. Пампетые, но к чему эти помпеи, если мусора накрыли, требуют бабоса. Быстро трубку поднимаю и звоню водосу. Алло, водос. Не, ну, если я нарушил, то отвечу по закону. За поступки надо... Я даже чистый с собой забрал клиентскую машину, забрал, все забрал. Ну, наконец-то. Где вы лазер? Что вы так долго? Что там, с лабашом порядок? Нет. Какая рота? ФТЗ, да? Говорят, там вы на ФТЗ беспределите. Не в твоем роте. Да, мы же с тобой уже видели. Не, вся четвертая рота, я имею в виду все батальоны. Вы же за себя. А, у тебя капот открыт. Я знаю, что смотрят сейчас. Масай, а ну, может, понял там? Нет, я дипломированный специалист. А транспортный дикт какой-то такой же. Могут посмотреть, если что. А это студентка? Практиканка? Комсомолка-спортсменка? Практически. Я понял. Слушай, ну она, наверное, в шоке, да? Я вижу, она шокированная сидит, думаешь, что это за черти поприходили сюда. Нет, они с грязными ногами, посмотри. Она, она у команды это старше или что? Да что ты переживаешь? Что, с гранатой стою? Она не накрашена, она мне нравится. В смысле, она не накрашена? Она в приоре не может быть на тульбе накрашена. Ты же понимаешь? Ну, на знак не нашел. Далее, Олег, что-то не какой-то. Просто, да, ему просто, понял? По капоту. Нет. Слабак. 20 сантиметров. Могешь. Все, с Богом, ребят, с Богом. Увидимся на окон. Сразу в инстаграм полезло. Ну, с реальной, ну, что меня не берете в полицию? У вас бы было все в полном порядке. Не я в приемной. Вот с реальной. Ну, я думаю, мы с тобой договорились. Серьезно. Все, кричи следующий. Они не едут. Пацаны, ну, давайте быстрее, еб твою мать. Стоим. Давай быстрее, садимся, едем. Давай. Заводи, Михаил. Порядок? Вроде нормально. Побеждение. Опять, просто побеждение. Колесо нормально. А тут, посмотри, вот он, вот он. Вот. Раз пробитие, два пробития. И вот какая-то чепуха. Вот он, вот, вот же он. Вот это лучше. Ты понял? Это человек ответственный. Мало того, что вот здесь и закрепил еще. Раз, два, три, четыре. Красава, красава. У нас, кстати, сейчас объявляется набор по поводу на должность тронировщик, полировщик, по химчистке и по пленкам. Вот этого человека можно брать смело. Это талант. Украина, мой талант. Ты бишь, сделай ссылочку на тебе. Однозначно. После такого, что я видел, я его сразу на работе. Я этот кусочек сделаю. Конечно. Так, подсветка номера горит. Да, ребят, ну время же идет. Ребят, ну время же. Ну, поехали. Заводи. Вау! Ты на дороге не найдешь, чтобы куда звонишь, чтобы. Проемового. Фиксируем, кто за рулем. Через капула. Или это вода? Нет, нет, нет. Все, приехали, ребят. Остаемся на месте. Остаемся. О-о-о-о-о-о! Ну, давайте, вы закончите. У нас просто к вам вопросы теперь появились. Да, нам уже задать задавать. Ну, я боюсь, чтобы вы ошибку не сделали в километраже. Не сробить. Не сробить. Ну, давайте, чтобы было все правильно. Я же надеюсь, вы с низкого старта не дадите, а то придется погоню делать. Ты же мигаляйся, что взял? Не с низкого, не с... Не с... Какого-то. А, да, ухожу. Близкий старт, если не будет. Все. 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 Сажите, пожалуйста. У вас есть техническая неисправность? Она видна. Да. Едем сейчас на 315 рено получать, а эту машину оставлять полностью. То бишь, если мы сейчас поедем за вами, вы берете другую машину? Ну, на 315 поедем. На 315. Вы берете другую машину? Наверное, ждадут. То бишь, обмана не будет никакого. Такие все крепкие парни сидят. Все такие крупные. Что там, порядок? Все? Все, все равно. Что там, чай, кофе? Что там? Не, ничего. А что, так можно было? Да. Ну, рапию. Это что у нас, рапит? Да. Он все, на ласты упал. Что? Пожалейте хотя бы автомобилю. Пусть они едут четвером. А, мне выйдет? Да. У меня 40 килограмм весом сейчас. Ну, вот видите, как получилось. А что, мне пешком идти? 40 килограмм. На посты везут. Давайте какого-нибудь крупненького возьмем отсюда, высадим. Пусть идет пешком и все. А ну, куда? Я сейчас выезду. Ну, они 40 килограмм сыграли свою роль. Все, машина, все. Ну, все. Ну, сколько здесь просвет? Сейчас любой бордюр и все. Не, мы на бордюре ездили. Да я знаю. Сейчас мопед где-то увидите, иначе отливаем. А какая у вас рота? У вас. Это я у них. Вторая, вторая. Вторая рота, да? А что случится? Не, ничего. Чтоб ночью чисто случайно не перепутать. А, вы меня не увидите в ночном городе. Ну, хорошо. Я просто шизну не путаю машины. Хорошо, значит, повезло. Машины повезут. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok